Тверские летчики приняли участие в праздновании 90-летия со дня создания военно-транспортной авиации. Масштабные торжества прошли на подмосковном аэродроме Кубинка. Причем наши земляники не только шагали в составе парадных расчетов, но и демонстрировали свое мастерство в воздухе. Местом проведения праздника стала Соборная площадь перед главным храмом вооруженных сил в подмосковном парке Патриот. В торжествах приняли участие заместитель министра обороны Юнус Бек Евкуров, командующий ВДВ Андрей Сердюков, командный и личный состав, а также ветеран ВТА. Поздравительный адрес прислал глава военного ведомства Сергей Шойгу. Убужден, что командование, военнослужащие и гражданские персоналы военно-транспортной авиации будут предпринять, достойно продолжать традиции своих предшественников, способствовать к укреплению военной безопасности Российской Федерации. Желаю всем делького здоровья, счастья и благополучия, новых достижений в службе, в друге, на благо Отечества. После молебна и освящения боевых знамен управления, соединений и авиационных полков ВТА прошел праздничный митинг, а также награждение отличившихся офицеров. Затем состоялось торжественное прохождение парадных расчетов. Среди них была и, как говорят военные, коробка, представлявшая Мигаловский гарнизон. Кульминацией праздника стало выступление пилотажной группы «Русские видзи». На истребителях Су-35С. А также воздушный парад самолетов военно-транспортной авиации. За время эксплуатации Ан-22Анты было установлено более 40 мировых рекордов. В том числе по грузоподъемности и дальности полета. Напомним, что датой появления ВТА считается 1 июня 1931 года. Тогда был сформирован опытный воздуходесантный отряд в составе Ленинградского военного округа. В настоящее время военно-транспортная авиация – составная часть воздушно-космических сил. В ее составе эксплуатируются 12 типов воздушных судов. Причем они выполняют не только военные задачи. В прошедшем году, при возникновении пандемии, мы первые выполняли задачи по перевозке личного состава пассажиров, наших граждан Российской Федерации, сюда, на территории Российской Федерации. Также занимались доставкой грузов, как на территории гуманитарных грузов, как на территории Российской Федерации, так и за пределы нашей страны. В нынешнем году командованием ВТА проведено более 20 учений различного уровня. За данный период средний налет летчиков составил около 100 часов. Все поставленные перед личным составом в учебном периоде задачи выполнены.